Нарастающая популярность движения юных инспекторов дорожного движения в среде поколения НЕКС ежегодно приумножает количество команд-участниц слётов конкурса. В каждом районе нашей области инициативная молодёжь ведёт активную работу в развитии направления безопасного дорожного движения и принимает участие в мероприятиях, пропагандирующих изучение правила дорожного движения. Количество команд в текущем году, принявших участие в 41-м областном слёте конкурсе, беспрецедентно. Впервые за долгое время в областном слёте конкурса участвуют 10 команд, обычно 9. Но в этот раз на пинской зоне не выбрался, как говорится, один победитель. Получилось так, что две команды заняли третье место. И согласно разрешению главного управления по образованию у нас участвуют 10 команд. Очень приятно, что наши дети в хорошем настроении, с хорошими знаниями. Победитель по итогам трёх дней будет представлять Брестскую область на республиканском слёте конкурсе, который пройдёт на территории Могилёвской области в конце мая. Почётное право представлять свою область на республиканском слёте подстёгивало участников команд проявить себя с самой лучшей стороны. Особенно старались юные инспекторы в творческом конкурсе «Агитационно-художественное представление». Именно в нём ребята продемонстрировали весь творческий потенциал своих команд, ложив частичку души во всё происходящее на сцене. Действительно, посмотреть было на что. Каждое выступление продумано до мелочей. Декорации, костюмы и реквизит подтверждали серьёзный настрой команды на победу. Важно то, что они могут передать эти знания, которые они получают, своим одноклассникам, своим друзьям. И их пример становится заразительным. И поэтому я говорю, что всё больше и больше ребят как раз приходят в это движение. И это очень важно. Ребята учатся общаться друг с другом, учатся взаимодействовать. И, конечно, в процессе этого взаимодействия вырастают лидеры. Огромный вклад в таких мероприятий, как слёт конкурс «ЮИД» неоценим в формировании личности. Тесное взаимодействие с членами собственной команды, с участниками команд соперниц, закладывает у подрастающего поколения правила грамотного построения межличностных отношений и уважения друг к другу. Я стала более уверенная в себе. Для меня главное – спокойствие, потому что с волнением справляться очень тяжело. А в таких конкурсах это очень важно. Перед каждым конкурсом мы очень волнуемся. Но поскольку наша команда очень дружная, мы друг друга поддерживаем, и у нас всегда всё получается. Можно смело сказать, что всё получилось у каждой команды участницы 41-го слёта конкурса. Абсолютно все показали себя очень достойно. И то, что команда-победительница средней школы деревни «Большие Мотыкалы» составит серьёзную конкуренцию представителям из других областей на республиканском конкурсе «ЮИД», который пройдёт в период с 28 мая по 1 июня в Бобруйске, не вызывает никаких сомнений. Болеем за наших! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...